Всем здарова ребят, сегодня я вам расскажу про очень полезные лайфхаки и фишки и дам различные советы, которые тебе очень сильно помогут на Majestic RP. Они подойдут как для новичков, так и для опытных игроков, так что ролик будет очень интересный, ну а самое главное полезный. Именно поэтому ребят желаю приятного просмотра и аппетита кто кушает. Let's fucking go! Но если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод москвин, он тебе даст 50 тысяч баксов и 7 дней платинум вип. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте, ввести его можно при регистрации или в чат командой slash промо москвин. И не забывай вступать в мой дискорд канал, там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайды и фикарт на Majestic RP и много различных розыгрышей. Ну а я буду начинать, let's go! Ну что, бывает после того как вы появились в больнице, на выходе из нее могут ждать сотрудники, а у вас например висят звезды. И дабы не рисковать задержанием, в больнице есть очень много выходов. Один из самых лучших вариантов подняться на лифте на крышу и я думаю вы уже поняли, что нужно сделать. Ведь там находится зеленая зона, поэтому с вами ничего не произойдет. Ну а если вы тулитесь и вам нужно сбить вертолет, то стреляйте по заднему винту. Именно так он быстро сломается и потеряет управление. Очень годный лайфхак, который когда-то мне точно понадобился бы. Но увы, узнал я о нем только тогда, когда уже перестал стреляться. Также многие знают, что за превышение скорости вы получаете штрафы, но есть и для этого лайфхак. Для начала как вариант получить самый маленький штраф за превышение, а потом кататься целых 20 минут как вам угодно. Ведь один штраф приходит один раз в 20 минут, поэтому ребят пользуйтесь. Также немногие знают, что при убийстве игрока вы получаете звезды. Чтобы такого не происходило, нужно носить маску. Но есть и хороший вариант. На манжестике можно приобрести бороду, она считается тоже маской. Но по правилам сервера на всякие захваты, ограбления и криминальные действия она не засчитывается. Но ходить в ней в любое время это полная еба. И при этом не беспокоиться о том, что вам накинут звезды. Ну а чтобы улучшить навык полета на вертолете, можно просто летать. Но гораздо быстрее это сделать в аэропорту в летной школе. Каждый день вы сможете прокачивать по 10%, а стоит это всего лишь 2000 баксов. Причем практических заданий не будет. Просто каждый день покупаете по 10% и кайфуете. Если вы начали свой путь новичка, то многие прибегают к тому, что лутают мусорки. А что если я вам скажу, что до 4 уровня персонажа заболеть от них вы не сможете? Лично я не знал, поэтому ребят, пользуйтесь. Но чтобы быстрее бегать по лестницам, нужно включить режим первого лица. Именно так ваш персонаж будет максимально быстро подниматься и спускаться. В некоторых ситуациях, играя с друзьями по дискорду, сложно объяснить, где вы точно находитесь. И дабы не тратить огромное количество времени прямо в игре, в сообщениях можно отправить геолокацию. И если ваш друг на нее нажмет, у него появится метка с GPS. Достаточно годная и полезная фишка. Я думаю, каждого из вас хоть раз и по сей день бесит, что если вы устроены, например, на работе дальнобойщика, то вам нужно будет приехать именно туда, чтобы для начала уволиться, а потом уже устраиваться на другую работу. А что если я вам скажу, что сейчас появилась такая возможность, что вы можете приехать уже, например, на нужную вам работу, и даже если вы устроены на другую, вы спокойно сможете уволиться и устроиться, не тратя огромное количество времени, пока скатаетесь туда-сюда. Зачастую новичкам, да и в целом даже игрокам, которые давно играют на Маджестике, не хватает какого-нибудь склада, где вы можете хранить свои вещи, предметы и так далее. А вот огромное количество денег тратить на это неохота. Ну что если я вам покажу просто ембовую гуташную тачку, которая продается в автосалоне номер 4, ее название Zirconium Journey, которая стоит всего лишь 40 тысяч баксов, а ее багажник вмещает в себя целых 150 килограмм, что крайне дешево и выгодно. Ездит она, конечно, медленно, но припарковав ее у какого-нибудь своего дома, используя чисто как склад, полная емба. Поэтому, ребят, обязательно пользуйтесь. Также многих бесит такой момент, что после перехода Маджестика с Рейджа на Альтвэ, при сворачивании игры, вы не слышите игроков, которые говорят voice, да и в целом звуки игры. Порой это очень сильно бесит, впоследствии чего вы можете пропустить какую-нибудь важную информацию. Так вот, я нашел способ, как это можно исправить. Заходим в Escape настройки, далее заходим в пункт Аудио и спускаемся в самый низ и выключаем пункт Потеря фокуса. И тогда вы сможете слышать игру и звуки войса, даже если вы свернули вашу игру. Поэтому, ребят, пользуйтесь на здоровье. Также многие из вас игнорируют разных животных, проезжая мимо них. Это могут быть кабаны, кролики, свиньи и так далее. Но их мясо, ребят, на маркетплейсе продается за довольно-таки хорошие такие деньги. Поэтому, если увидели подобное животное, то лучше не проезжайте мимо и разделайте его. Но для этого вам нужно будет приобрести ножик, который должен всегда находиться в вашем инвентаре. Опять же, таки он продается в любом магазине 24 на 7. Так что не упускайте возможности и зарабатывайте практически ни на чем. Ведь если появилась такая возможность, почему бы и нет? Деньги лишними точно не будут. Многие очень часто развозят и зарабатывают на разводке закладок. Но после того, как вы развезете все закладки, у вас появляется КД в 10 либо 15 минут. Но есть лайфхак, как увеличить ваш доход и не ждать время. В общем, помимо закладок в бандах есть и угонщик машин. Эти задания вы можете брать, пока ждете КД на закладке и делать дополнительные неплохие такие деньги. И параллельно вкачивать как раз таки ранг на самого угонщика. И понятное дело, я не буду показывать в этом видеоролике, как правильно и что нужно делать для того, чтобы угонять машины. Ведь такой видеоролик у меня есть на канале, который сможете посмотреть, нажав на подсказочку в правом верхнем углу. Конечно же, после того, как досмотрите данный видеоролик. Также с появлением летнего пропуска вы можете увеличить свой доход, делая объявления с продаж дисков, обвесов и так далее. Ведь это очень сильно пользуется спросом. Особенно, если у вас имеются диски с LED-подсветкой. Вы можете сделать объявления во внутриигровом маркетплейсе, либо же в дискорде. Держать различные ключи, медкарты, справки и всю подобную дичь можно в кошельке. Приобрести которую вы можете на рынке, вот в этой вот палатке. Достаточно полезная вещь, которая позволяет экономить ваше место в инвентаре. Многие об этом знают, но все же я напомню. Вот такие вот у меня сегодня 15 лайфхаков получились. Обязательно напишите в комментариях, делать ли мне продолжение. Но так или иначе, все зависит только от вас. А если бы точнее, от вашей активности в виде лайков, комментариев и подписок на мой канал. Это, ребят, лучшее, что вы можете сделать в знак благодарности. Ну а я в свою очередь буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про поддержку. Обязательно лайк, подписка и комментарии. Ну а с вами был Москвин. Всем добра и позитива. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok